Государство продолжит субсидировать производители молока в 2014 году. По словам заместителя министра сельского хозяйства России Ильи Шестакова, Департамент животноводства Минсельхоза уже направил окончательное предложение на согласование в Министерство. В 2013 году первоначально на субсидирование производства молока и ниже первого сорта из федерального бюджета было выделено 9,5 миллиардов рублей. В связи с подорожанием кормов эта сумма была увеличена на 3,2 миллиарда рублей. Так что у руководителей сельхозпредприятий появится дополнительный стимул строить фермы и увеличивать количество дойных коров. Николай Андреев из Канарского района именно так и поступил. Сначала у нас не проекта не было, а опытом. Мордовии, Высокогорского района Марийской республики ознакомились с выездом. Ян Горчина посмотрели, Геннадий Батюшевич Романова, Нижний Новгород съездили, Янтикова посмотрели, Грачева. Вот это типа точный проект Грачева, Янтиковского района. Скопировали, привязали, все документации оформили. И вот на сегодняшний день на данном стадии строительство объекта. Стройка ведется на площади более полутора тысяч квадратных метров. Здесь разместится и коровник на 200 голов, и родильное отделение. Кроме этого предусмотрен и молочный блок с холодильным оборудованием. Лаборатория, подсобные помещения для рабочих. На данный момент здание готово на 80%. Остается внутренняя отделка и небольшие детали. Строители планируют завершить работы к середине декабря. В этом же году поступит и необходимое оборудование для фермы. К слову, в настоящее время в СКПК имени Кирова поголовье достигло полутора тысяч. Из них около 500 рогатых, дойное стадо. Кстати, самое большое в Канарском районе. Со временем Николай Андреев мечтает довести количество коров до 700. Эта мечта вполне может воплотиться в жизнь. И не последнюю роль в этом играет государственная поддержка. Благодаря реализации приоритетного национального проекта развития АПК за последние 7 лет построено и реконструировано 157 объектов животноводства. В начале ноября в Батревском районе была сдана в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма на 200 коров. И сразу же в районе был заложен фундамент еще одной фермы. В СКПК имени Красное Знамя. По предварительным подсчетам стоимость проекта 18 миллиардов рублей. Пока здесь работают только тракторы и экскаваторы. Но строители обещают, коров можно будет заселить уже летом следующего года. Галина Титарчук, Сергей Рябчиков, Республика.